Здравствуйте. Я тут прошу прощения за задержку. До последнего готовился к лекциям. Я дописывал кусочек плана, хотя бы он мог его не дописывать, а потом вам показать на живую. На самом деле, главная проблема этой лекции про прерывание, что она очень большая. То есть в действительности она была еще больше, чем вот эта. Причем так сильно больше. Сейчас вам покажу. Нет, сокращенец, вас не забанили. У меня такое правило, что людям нельзя ничего запрещать. Им надо все разрешать. Просто если они слишком сильно на эти разрешения реагируют, надо с ними дальше работать. Значит, вот исходник этой лекции. И вот тут начинается кусок, который я закомментировал. В общем, проблема была в том, что я как-то не справился с объемом. Ну, точнее, справился, как мне кажется. Сейчас посмотрим. Вот. Тема очень мощная, здоровая. И, что немаловажно, она очень сильно пересекается как с теоретической частью, именно вот практически теория. Да, практически теория. Ну, нечто, что можно с некоторой натяжкой назвать теорией архитектуры ЭВМ. Потому что там уже начинается какая-то математика, какая-то кибернетика, какая-то обратная связь, тайминги, вот это все. А с другой стороны, тем же самым концом упирается в абсолютно практическую часть, за которую у нас тут сокращенец отвечает собственными идеями. Вот. И, как обычно, гладко было на бумаге, а на практике все получается довольно разнообразно, скажем так. Вот. Значит, мы с вами в качестве базового инструмента, я рекомендую вот этот старый доклад 16-го года, вот, он хорош тем, что он достаточно близок к тому, что происходит у нас в Марсе. Вот. Марс, конечно, еще больше упростил всю эту конструкцию, но фишка состоит в том, что... О, это УЦБ, прям Беркли. Беркли, Калифорния. Классика. Вот. Но фишка состоит в том, что в современной спецификации, мы об этом будем говорить, в современной спецификации все несколько сложнее, несколько более приближено к работе больших систем, то есть, как бы, компьютеров общего назначения. Вот. И, соответственно, чуть-чуть при этом люди позабыли про те самые контроллеры и все остальное, вот, про железки мелкие, ну или, скажем так, неполные. Вот. А может быть, не позабыли, может быть, они просто перерабатывают эту спецификацию на более конкретный вариант. Вот. Сначала, значит, довольно много теорий. Я постараюсь вспомнить о том, чтобы вместо того, чтобы постоянно гнать бла-бла, переключаться на раз и что-нибудь показывать, иначе мы все тут просто соскучимся. Но сначала все равно бла-бла. Значит, мы уже с вами с прерываниями встречались в прошлой лекции, когда мы говорили про прерывание по тайному. Вот. Оно стоит особняком в всей этой конструкции, потому что прерывание по таймеру, оно такое внешнее-невнешнее. В... Ну, давайте так. Прерывание вообще это нечто, некая абстракция какая-то с точки зрения процессора, некий сигнал в самом абстрактном смысле, который сообщает процессор, что наступил какое-то событие. Вот. В отличие от исключений, которые мы в позапрошлой лекции трогали, прерывание может произойти абсолютно в любое время, в отличие от прерываний по таймеру, которые происходят, ну, по крайней мере, в запланированное время, прерывание, в принципе, от внешнего устройства может произойти вообще в любое время. Вот. В том числе, например, могут произойти несколько прерываний одновременно. Что значит одновременно? Одновременно это значит актуально одновременно с точки зрения процессора, а именно во время работы одного и того же такта. Вот. Вот. И этим, вообще говоря, мы не управляем никак. Ну, или почти никак. Да? Когда внешнему устройству вздумается возбудить прерывание, это дело внешнего устройства. Вот. Следовательно, надо считать, что прерывание, в общем случае, асинхронное. Вот. И так же, как прерывание по таймеру, собственно, могут возникать в любой момент, то есть, какую бы мы инструкцию программы не выполняли, в любом месте или в любое время может возникнуть прерывание, которое надо обрабатывать. Это, конечно, немножко китайская классификация, потому что это про то, зачем прерывания нужны, но давайте да. Значит, нужны прерывания, как мы сегодня посмотрим, для того, чтобы не заниматься бесконечным полингом в цикле. Если, особенно в случае, когда у нас многозадачная система, мы, в общем, хотим, чтобы наш процессор в основном делал полезную работу, то нет ничего более бесполезного, чем сидеть в вечном цикле, который проверяет, а не возникли бит готовности у какого-нибудь устройства, походу. Да? Вот. То есть, полинг в этом смысле не хорошая штука, а нужна какая-то другая. Какая другая? Ну, вот она такая. Мы с вами занимаемся своими делами, делаем полезную работу, а в тот момент, когда устройство готово, оно нам выдаст прерывание, и мы это прерывание обработаем. Соответственно, будем вводить или выводить, ну, в общем, работать с этим устройством. Вот. Обработчик прерывания. Это такой кусок кода. Вот. В некоторых случаях каждое прерывание может обрабатываться отдельным обработчиком, в случае векторного этого всего дела. Мы про это говорили в прошлый раз. Вот. Возможно, сейчас будет еще ссылка. А в некоторых случаях, наоборот, один обработчик вообще на все, и он сам решает, что именно он обрабатывает. Вот в RARSE, например, именно так. У нас один-единственный обработчик, мы регистрируем, а там уж прерывание, исключение, какого типа прерывания, значит, от какого устройства, значит, какова причина исключения, все это выясняем по-хуй. Вот. Значит, что, как обычно, в случае наших лекций, какую тему надо потрогать на уровне бла-бла. Что именно потребуется от процессора, от нашей архитектуры VM для поддержки такой конструкции, как прерывание? На самом деле, немало. Во-первых, нам нужно аппаратное распознавание и преобразование, то есть унификация того, как внешнее устройство считает, что оно, значит, послало событие. Ну, допустим, оно там какое-нибудь напряжение на проводе взвело, да, и процессор, как бы, и на другой стороне вот этого, вот этой аппаратной части, которую надо изобрести, у нас находится процессор, который должен знать, что за прерывание возникло, по какому поводу, что там конкретно. Ну, короче говоря, вот унификация, превращение это в какие-то чиселки в каких-то регистрах процессора или там, ну, мимо. Вот, все это должно туда аппаратно доставляться, это кто-то должен делать, процессор делать это не умеет, нам нужен какое-то еще устройство, которое называется контроллер прерывания, собственно. Вот. Вторая вещь, о которой мы будем несколько раз говорить, пока что вбросим ее чисто теоретически, правда, по-моему, в случае таймера мы уже натыкались на это. Прерывание нужно быстро обработать. Значит, обработчик прерывания должен как можно меньше времени проводить, в смысле, ловушка должна, как бы, код должен, как бы, код должен, как можно, как можно меньше времени проводить в ловушке и как можно больше логики должно быть вынесено наружу в основной код. То есть прерывание возникло, мы побыстрее переложили какие-то данные куда-то, логически обрабатывать эти данные, пускай лучше программа основная это делает. Чем больше мы сидим в ловушке, тем больше шансов, что мы себе навредим, вот как на прошлой лекции мы не вылезали из прерывания по таймеру, потому что оно было, его обработчик был слишком велик. Вот, значит, и, как уже было сказано, в силу своей асинхронной природы прерывания могут возникнуть актуально одновременно, а также прерывания могут возникнуть в процессе обработки другого прерывания. И все это тоже, помимо, значит, логики обработки таких ситуаций, требует некоторой аппаратной поддержки, что мы должны отловить, что произошло сразу несколько перерываний, мы должны где-то записать, сохранить информацию о том, что произошло их сразу несколько, вот, и мы должны как-то дальше уже на уровне программной с этим работать. То есть, аппаратные требования говорят о том, что нам должно быть какой-то, какой-то, значит, регистр, где отложенные прерывания тоже записаны. Отдельная тема, и это маскированные прерывания, которые, идея стоит в том, собираемся мы их отбрабатывать вообще или нет. Возможно, мы хотим игнорировать те прерывания, которые к нам приходят, и вообще делать вид, что их нет. Вот. То есть, маскировать их и не трогать. И это можно сделать, попробовать, ну так, фантазирую сейчас, совсем глобально. То есть, у нас есть какая-то железка, которая время от времени вбрасывает нам прерывания, а мы просто их игнорируем, потому что наша эта железка не интересует. Скажем, у нас в системе несколько таймеров, а мы пользуемся только одним, или у нас к системе подсоединено какое-нибудь внешнее устройство, не знаю, блютуз. Этот блютуз постоянно что-то нам спамит, а мы его игнорируем, потому что блютуз нам не нужен. Вот. Или же мы игнорируем прерывание на одном из уровней выполнения для того, чтобы оно как бы обработалось на другом. Ну, вот. Хотя это немножко другая тема, но идея состоит в том, что прерывание можно обрабатывать или не обрабатывать. И, наконец, тоже штука, которая должна быть решена аппаратно, прежде чем мы увидим, с точки зрения уже программы, которая смотрит в нужные регистры, увидим факт, что прерывание произошло, это приоритеты обслуживания прерывания. Потому что, если актуально одновременно произошло их несколько, надо выбирать, какой из них будет обрабатываться первым. А если их произошло несколько, значит, надо выбирать, какой из них будет обрабатываться вторым, когда мы выйдем из обработчика, а отложенных прерываний у нас еще в количестве останется. Александр замечает, что, в принципе, маскирование можно делать программно. Нет, потому что важен сам факт. Да, сам факт донесения или не донесения до соответствующего уровня произошедшего прерывания. То есть мы должны уметь не обрабатывать прерывания вообще какие-то. Особенно это как раз в случае уровней важно, что вот какие-то там, допустим, страшные аппаратные фейлор должны обрабатываться на уровне машин, а на всех других уровнях не должен. Ну, в общем, нет. Значит, маскирование прерывания – штука важная, и в ней есть аппаратная потребность. Да, и как правильно замечает сокращенец, а некоторые прерывания, скажем, от таймера или от часиков, или еще от какого-нибудь устройства, которое вечно спамят, генерируются непрерывно. Если мы будем все время обрабатывать, мы будем тратить время исключительно на обработчика. Это даже более важное возражение. Спасибо. Вот, значит, приоритеты. Приоритеты – это значит, в каком порядке они выполняются, если они актуально одновременно произошли, или во время выполнения обработчика произошло еще какое-то количество прерываний. Вот. Что касается риска файва, то тут довольно много, довольно много есть объема, который мы с вами вообще не освоим за эту лекцию. Вот, поэтому здесь достаточное количество ссылочек на всякие, на всякие картинки. Тут есть какое-то количество ссылочек на дальнейшее чтение. Вот, потому, я еще забыл приложить две статьи от нашего сокращенца для дальнейшего чтения, потому что он описывает конкретную железяку, то есть, вот, реал-лайф поведение, а работать с патруманией в реал-лайф, надо будет в конце поставить эти ссылки. Вот. Да. Значит, что касаемо риска файла. Тут мы еще раз упираемся в понятие хардк, про которого я наговорил много чуши. Вот. Последние пару недель мы довольно обстоятельно этот вопрос изучали. Значит, дело вот в чем. Это, правда, тема следующей лекции, но давайте мы как бы ее затронем. В следующий раз попробуем на пальцах побольше поэт поговорить. То есть, традиционно, когда возникла необходимость, чтобы на одном компьютере можно было одновременно вычислять несколько вычислительных потоков, придумали просто вставлять туда еще один процессор, потом еще один процессор, потом еще один процессор. Вот. Потом еще один процессор назвали ядром и начали делать многоядерные процессоры. Но и то, и другое это, в общем, такая конструкция, которая требует довольно многих упражнений. Мы поговорим в следующий раз про то, или через раз, про то, какие проблемы предоставляет именно многопроцессорная архитектура. Через некоторое время обнаружилось, что практически без потери функциональности, но зато с очень большой выгодой в простоте, вместо множества процессоров, можно сделать множество таких штук, которые называются Hardware Threads, сокращенно Hard. Вот эти харты у нас теперь будут появляться все время, и в спецификации Рисквайб вы их видели тоже постоянно. Hardware Threads это штука, которая отличается от настоящего большого процессора тем, что у него нету, что это логически на одной памяти, с одним набором, изначально с одним набором регистра. Штука, работающая, возможно, на разных уровнях выполнения, у которой есть аппаратная поддержка выполнения сразу нескольких инструкций одновременно. Мы можем наш хард таким образом организовать, чтобы он выполнял сразу несколько программ трэдов на одной и той же памяти, просто через эти, значит, прям совсем одновременно. Вот сколько у нас Hardware Threads есть, столько у нас может быть одновременных выполнений инструкций. Естественно, у них будут собственные регистры, как я понимаю, но память у них будет общая. И CSR у них тоже будет у каждого свой, понятное дело. Соответственно, отличается это от ядра тем, что у нас нету instruction fetching отдельного устройства, у нас нету отдельных кэшей, вообще у нас ничего не отдельного, это вообще один процессор, просто он умеет одновременно выполнять несколько потоков вычислительных. Этого и без того достаточно, мы будем говорить о той сложности, которая возникает в момент доступа, одновременного доступа этих потоков к памяти, но это будет не сегодня. Вот, значит, уровни привилегий, уровни привилегий существуют три штуки. Ну, на самом деле четыре, потому что есть еще гипервизор, который просто до сих пор не вошел в стандарт, он до сих пор драфт. Вот, и речь идет о том, что при старте машины у нас выполнение происходит на уровне машин, самым высоком, которой доступны абсолютно все, все команды, вся память, все. Дальше мы переключаемся на уровень ниже, на уровень ниже, и на уровень ниже. Сокращение правильно замечает, что я тут раньше все время грузил, что hard это распараллельное независимых инструкций. Нет, hard это именно отдельные потоки. Вот, то есть, распараллельные инструкции туда входят, как одно из свойств, но речь идет именно о том, что мы можем, что hard это такая организация процессора, что для каждого hard есть полный набор ресурсов для того, чтобы выполнять целый поток выполнения. То есть, там отдельные CSR. Уровни привилегий. Уровни привилегий нужны для того, чтобы решать всякие хитрые задачи, например, задачу изоляции памяти. Вот, если у вас есть Memory Management Unit, то после того, как вы из машин Level настраиваете все, что нужно, вы запускаете SupervisorLevel, приходите на SupervisorLevel, который может, собственно, занимается тем, что раздает еще более низкоуровневым UserLevel программам свои собственные пространственные адреса с виртуальной памятью, которая, значит, им показывается. Кроме того, SupervisorLevel будет обрабатывать исключение и прерывание, которое будет происходить на UserLevel, а, соответственно, ну, в общем, вот. Что еще с уровнем выполнения? То, значит, про виртуальную память я сказал, то же самое относится к обработке прерывания, исключения и так далее. Например, значит, если у вас произошло исключение на уровне UserLevel, то обработка этого исключения будет происходить на один уровень выше или на два, ну, скорее всего, на один, на SupervisorLevel и так далее. Вот. Так описано в спеке. И, да, значит, я забыл сказать, что на каждом из уровней есть свои регистры контроля в ЦСРе. Они все находятся в одном и том же адресном пространстве, потому что принадлежат одному и тому же харту. Но, как мы помним из описания ЦСРа, ну, может быть, даже на него надо сходить, посмотреть, я просто помню картинку, где были, значит, вот этот 4-х килобайтный кусок под ЦСРы делился на... А, так, может быть, это не анпривилеги надо было смотреть. Ну, ладно, не буду тогда, значит, вас грузить ссылками на того, чего не существует, вернее, чего не могу найти. Идея стоит в том, что 4 килобайта ЦСРов делятся на 4 килобайта, и в каждом килобайте лежат регистры для соответствующего уровня. Соответственно, когда мы перепрыгиваем с одного уровня на другой, мы пользуемся другими регистрами статуса. Да, значит, мы можем, например, взять и делегировать, кажется, это так называется, можем делегировать выполнение соответствующих привилегий на уровень ниже, ну, и, в общем, тем самым это управлять. Значит, поскольку у нас всего этого нет в РАРСе, я не пытаюсь сейчас хорошо объяснить всю эту фигню, вот, просто потому что не на чем ее показывать. Вот, просто имейте это в виду. В принципе, как мы уже говорили, помимо одного единственного обработчика всех, то есть одной единственной ловушки для переверования и для исключения, возможно, векторный вариант, который, согласно стандарту, устроен таким образом, что это просто много-много джампов на соответствующий номер прерывания, который произошел. Нулевой у нас считается типа софтварным, вот, а нет, нулевой считается этим самым эксепшеном, вот, а дальше вот они какие-то. Вот, в некоторых случаях, вот, сокращенец тут говорил, что на контроллерах не используется вектор, состоящий из джампов, используется прямо вектор, где записываются вот сюда, прямо адреса по номеру прерывания, которое произошло, вот, ну, в общем, тут есть, возможно, варианты. Вот, в любом случае можно почитать, как это устроено, значит, в случае, когда мы не хотим, чтобы один обработчик обработал все, а хотим, чтобы обработчик обработал разные прерывания сам. Да, вот похоже, похоже, что сокращенец в правильное место нас послал, но, в общем, да. А, кстати, может, наверное, посмотреть, если тут есть какой-нибудь, какой-нибудь ссылка на... О, вот они. Да, да, спасибо, дорогой. Спасибо. Да, вот это та самая картинка, которую я хотел показать. Да, вот у нас CSR весь 4 килобайта, и вот у нас есть юзеры CSR, супервизор CSR, гипервизор CSR, да, вот, спасибо. Отлично. Помимо того факта, что у нас есть обработчик прерывания, которому как-то, как-то, пришла информация о том, что прерывания произошли, и эта информация лежит в соответствующем регистре, в соответствующих регистрах, их там несколько, сейчас мы на это посмотрим, значит, есть регистр вида статус, кос и инструкшн, интернет, еще есть утвал, твал регистр, значит, их там несколько. Помимо этого, на самом деле существует еще довольно здоровая логика того, по какому алгоритму, собственно, активность внешних устройств доносится до процессора в виде прерывания, и эта логика, в общем, непростая, и непростая настолько, что попытка ее специфицировать прямо внутри спецификации на RISC-V была признана неэффективной, и спецификацию на такие устройства вынесли вообще в отдельные внешние спецификации на так называемые контроллеры прерывания. Вот эта штука описывает контроллер прерываний на уровне платформы, помните терминологию платформы, это вся машина целиком. А вот эта штука описывает контроллер прерываний на уровне одного конкретного ядра, то есть, что делать с прерываниями, когда конкретный процессор этим делом занимается. Разделение на внутриядерный контроллер и общий платформный контроллер как раз нужно потому, что, как я уже говорил, если ядер на платформе много, начинается много проблем. И то, и другое это примеры реализации, то есть, такую спецификацию можно делать, а можно делать и не такую. Но тот факт, что ее развивает и искать в сообществе, говорит о том, что это такой рекомендованный вариант. Мы к нему будем периодически обращаться. Именно этот вариант, кстати, описан в этих слайдах 2016 года. Понятное дело, что между вот этими четырьмя уровнями есть некоторое понижение привилегий, поэтому иногда говорят не уровень выполнения, а уровень привилегий работы процессора, машин, хипервизор, супервизор, юзер. И идея стоит в том, что какие-то вещи мы видим друг дружки, на какие-то даже не видим. Просто вот нам не дают туда ни читать, ни писать. Они будут на уровне юзер, например, многие ЦСРы просто запрещены даже для чтения, а уж для записи тем более. Вот. Соответственно, поскольку у каждого уровня свои собственные разделы ЦСР, их настройка и способ их работы, конечно, отличаются при переходе с уровня на уровень. Переход с уровня на уровень происходит следующим образом. С верхнего на нижний мы просто говорим, а давайте теперь въедем в более нижний уровень, а с нижнего на верхний мы попадаем при обработчике чего угодно, обработчике любого прерывания, исключения, как бы, в в РИСК-файле основной основной механизм обработки прерывания это как раз вертикальная обработка, то есть мы работаем на уровне юзера, случилось прерывание, мы шмяк, перешли на уровень супервизора, начинаем обрабатывать это прерывание на уровне супервизора. Пользуясь всеми настройками и возможностями доступа для супервизора. Например, у нас было исследовательское домашнее задание, в котором в Рарсе надо было включить возможность читать из адресного пространства кода. По умолчанию вы не могли, там помните, была имитация виртуальной памяти, более полная, когда вы анализируете инструкцию, чтобы понять, значит, чтобы понять, какой регистр там произошла запись. Так вот, по умолчанию на уровне юзер такое чтение невозможно, а на уровне супервизора вполне. И, обрабатывая, соответствующее прерывание, вываливаясь на уровень супервизор, мы вполне можем взять и прочитать из исходного кода ту инструкцию, на которой произошло исключение. Так, вообще говоря, устроены всевозможные хинты, то есть, инструкции, которые ничего не делают, но подсказывают платформе, что нужно делать. На каком-то из верхних уровней вполне можно прочитать, хотя на уровне юзер прочитать нельзя. В одноуровневых системах, как у нас в RARSE или в контроллерах, в которых есть только машин левел, вот этой иерархии нет. И начинает страдать вот это правило, что обработка должна быть только вертикальной. Приходится придумать какие-то обходные пути, ну или просто делать вид, что никакой вертикальной обработки не существует, все прерывания, обрабатывания и исключения обрабатываются на том же уровне, на котором они возникли. Однако, если все-таки многоуровневость есть, а нужна горизонтальная обработка, случилось в юзер-левел прерывание, в юзер-левел же нужно вызвать обработчик. Рекомендуется спецификация, сначала вывалиться на уровень выше, определить, что нужна обработка на юзер-левел, и вернуться в обработчик на уровень ниже. Такая вот нынче планида. Сокращение говорит, что в контроллерах два уровня, что юзерский тоже есть. Тогда там все должно быть просто. Если это не плоский вариант, не одноуровневый, тогда все очень хорошо. Мы работаем на уровне юзера, а обрабатываем прерывание на уровне машины. Если только контроллер не сделан по старой спецификации, в которой бывают юзер-левел прерывания, так как они бывают в RARS. RARS вообще одноуровневая штука. Современной спецификации он, к сожалению, не соответствует, но соответствует старой спецификации, в которой есть юзер-левел. На нее я ссылку давал. Она даже есть где-то вот тут у китайцев, у Sci-5. Итак, у нас есть три типа прерываний. Мы про это говорили. Значит, говорили мельком. Теперь давайте еще раз это скажем. Самый такой значимый тип прерываний это внешние, которые происходят от периферийных устройств. Довольно часто это довольно, то есть это очень важное прерывание, которое если не обработать, то функциональность нашего девайса вообще будет признана нефункциональной. Вот. Значит, есть таймерные прерывания, про которые мы говорили в прошлый раз. С таймерами прерываний состоятся такие, что они то ли внешние, то ли внутренние. То есть, разумеется, есть какие-то часики внешние, которые могут генерировать там время и вот это все и вызывать свое прерывание. Но очень часто таймеры на самом деле имманентны к каждому ядру. И оно там дергает, значит, ядру, харту, каждому харту. И этот хард, в общем, добывает эти таймеры, ну не знаю, из делителя или умножителя частоты процессора, ну делителя скорее всего, да, из чего-нибудь такого. Вот. То есть, вот на уровне машин у нас есть прерывание от часов и у нас с вами есть прерывание от часов, то, которое ходит, значит, главный таймер в прошлой лекции. А на уровне всех, на уровне всех остальных это скорее всего делители этого прерывания и в общем таймерное прерывание вполне себе такое внутри харта. Ну и наконец, программные прерывания, про которые мы ничего не говорили, но будем их сегодня пробовать. И это ситуация, когда вы берете и тупо в регистр отложенных прерываний вписываете а у нас тут прерывание возникло. Сами. Программно. Прямо в программе. Что процессор в этих случаях делает? О, прерывание возникло. Сейчас обработаю. Вот. И это довольно штатный способ взять и заставить процессор выполнить прерывание. Вот. Но при этом процессор отличит такое прерывание от двух других типов. Это будет прерывание программное, у него другой идентификатор. Вот. Значит, я уже говорил про делегирование, что когда мы вызываем прерывание, оно ловится уровнем машин, но в уровне машин может быть написано в регистре MDELEG, что нет, пожалуйста, отдай это гипервизору. А в уровне гипервизора в регистре UDELEG будет написано не, отдай это супервизору, пускай супервизор обрабатывает. И, соответственно, уровень, на котором обработают данные прерывания, зависит от того, как выставлены биты в соответствующих регистрах делегирования. Вот. Понятное дело, зачем это нужно? Если мы все прерывания, исключения, вообще все будем обрабатывать на машин левел, то наш машин левел просто удавится. Ибо выше него никого нет. А если мы какие-то наиболее неважные или, скажем так, некритичные прерывания будем уносить на уровень ниже, ниже, ниже и чуть ли не на юзер левел, тогда мы будем иметь возможность на машин левел выполнять что-то очень важное, а на юзер левел по остаточному принципу. Мы про это еще поговорим. Сокращенец спрашивает, чем программное прерывание отличается от E-Call и от Exception. Ну, от Exception понятно, чем отличается. Как раз нет, от E-Call понятно, чем... Нет, погодите. Значит, давайте разберемся. E-Call E-Call это вообще обращение к среде, к некоторому окружению, которое непонятно, что, в принципе, собой представляет. Мы оба уже с вами говорили, что выполнение E-Call может быть вообще аппаратным. Вот с точки зрения Марса все E-Call аппаратные. То есть, то, как работает E-Call вообще не специфицировано внутри конкретный разговор про конкретную Instruction Set процессора. В роли окружения, разумеется, может выступать, например, ядро операционной системы, то есть, нечто работающее на уровне супервизоров. Но понятие E-Call, оно имманентно тогда. Этому ядру, в ядре написано, что E-Call там 1 это вывод целого, E-Call 2 это вывод вещественного, и так дальше. Что касается различий эксепшенов и программных прерываний, то оно, видимо, невелико. Разница стоит только в том, что именно увидит наш обработчик. Он увидит прерывание или он видит эксепшен. Если он видит эксепшен, то он, скорее всего, поищет причину этого эксепшена, запустит стандартную обработку этого эксепшена. Например, довольно частая ситуация, я даже рассказывал анекдот с этим связанный, частая ситуация в ядре линукс обрабатывать эксепшен обращения по невыровненному адресу памяти. Когда мы работали с мипсом из системы байкал-т, люди написали патчик к ядру линукс, а этот патчик валился. Я в него поглядел и говорю, ребята, вы обращайтесь к памяти, читайте машинное слово по произвольному адресу. А мне люди отвечают, да ладно, мы всегда так делали, у нас всегда все работало. Я говорю, чуваки, вы всегда так делали в юзер-левел, а в кернел-левел так делать не надо. Там будет exception invalid memory access. И что вы думаете? Действительно, если вы в ядре линукс по умолчанию без дополнительных фич обратитесь по нечетному адресу и почитайте оттуда машинное слово в ядре мипс, не знаю, как в риск-файб, наверное, тоже. Возникнет исключение уровня уровнем выше, ядро увидит невыровненный акцесс к памяти и ручками его удовлетворит, прочтет кусочек вашего машинного слова из одного машинного слова, кусочек из другого, все это слепит в одно и вернет обратно. Разумеется, если вы то же самое делаете в ядре, работать не будет. Это я про делегирование и это я про то, что exception может вполне происходить прозрачно и на автомате. Что же касается конкретного программного прерывания, то оно точно так же как сискол вообще не специфицировано. Александр, ошибки сегментации это exception, это не программное прерывание. И то и другое в каком-то смысле синхронно, потому что вы знаете в каком конкретном месте кода оно возникает. то есть в случае программного прерывания вы прямо написали выставление соответствующего битая, оно поехало. Так что в этом смысле нет, все-таки оно не синхронно. Или давайте как-нибудь в чатике на этот счет переговорим, не в этом. Вот. Тут сокращенец спрашивает про стенд, дорогой мой, это ваш стенд, давайте вы сами на нем отлаживайтесь, я как бы все сделал, доступ вам дал. Значит, что касаемо отложенных прерываний, мы этот момент пропустим, потому что давайте лучше мы как бы уже 45 минут разговариваем, ничего не сделали еще. Так, давайте прям походу запустим наш рарсик и в этом нашем рарсике что-нибудь попишем. Ну, потому что пора уже, а то все уже устали. что мы попишем? Мы возьмем новое устройство, которое называется консоль рарс. Да, вот начнем с этого места. Вот оно так выглядит. Устройство, как ты выглядишь? Во! Значит, это устройство, это вот как... Давайте мы ее поменьше сделаем. Вот. Вот какая штука этого устройства. Вот здесь у нас как бы клавиатура. Ну, никто не стал заморачиваться рисовать матрицу, мы просто будем нажимать кнопочки на клавиатуре, оно будет думать, что у нас вот с клавиатурой происходит. А вот это у нас как бы монитор, на который происходит вывод. Да? Такой типичный сериал-консоль, ну, вроде бы, типичный, да, с которой можно работать. У нее есть регистры в памяти, по которым происходит мило. Давайте мы сейчас побыстренько напишем программу, которая вводит и выводит. Вот. Прямо скопипастим. Вот. И я объясню, что это такое. значит, у нашего устройства, давайте почитаем хел, вот он хел, у нашего устройства есть четыре регистра, которые лежат по адресу 4F400, 4F4, 4F8 и 4FC, которые отвечают соответственно за регистр данных. Давайте, тут есть табличка, табличка, вот она, нет, табличка, вернись, вот она, за регистр данных, за данные вводы и за данные вывода, нулевой регистр управляющей, четвертый регистр собственно данных, восьмой управляющий и двенадцатый собственно данных. Идея состоит в том, что устройство наше медленное, и поэтому оно не всегда готово выводить данные и не всегда готово их вводить. Да, то есть, ну, когда готово, тогда и можно. И, если пользоваться исключительно по лингов то программа которая вводит с клавиатуры и выводит на терминал выглядит примерно вот так она опрашивает давайте мы вот это комментируем я потом расскажу в чем фишка вот этой штуке без этого пока она опрашивается можно значит ну вот у нас цикл да значит она опрашивает у нет не так откуда пошли но она опрашивает если какой-то ввод готов ли терминал что-то ввести с клавиатуры то есть нажали мы на кнопочку эта кнопочка дошла по проводам до нашего процессора если да то есть если нет мы проверяем не надо ли что-то вводить если да мы считываем символ из регистра данных вот мы проверили регистр статуса ввода и считали символ из регистра данных ввода он лежит в тайге теперь мы пытаемся вывести этот т1 если он пустой то есть там нолик ничего не делаем если он не пустой пытаемся его вывести проверяем готов ли наш по терминал выводить он может еще предыдущий символ в это время вводить быть не готов проверяем регистр статуса вывода и если да если нет то мы в вечном полинге проверяем регистр статуса вывода а вот если да то мы запишем этот байтик на наш терминал наконец-то можно туда вывести ну и обнулим значение содержимое т1 в значит в знак того что мы пока больше ничего выводить не хотим вот такая типичная программы безо всяких прерываний написано с полингом исключительно на полинге которая работает с этим нашим внешним устройством под названием терминал давайте мы его запустим обратите внимание вот на этот ну да java выглядит довольно забавно в попытке работать хорошим виджет с этом обратите внимание вот на этот переключатель дад этот переключатель задает скорость работы нашего терминала сейчас он настроен таким образом что вывод происходит в течение пяти инструкций мы можем поставить этот переключатель в некое случайное значение но я сейчас это не буду делать пускай будет пять инструкций то есть мы записали мы получили битик готовности скажем вывели штуку на экран или наоборот ну да вывели штуку на экран и в течение пяти инструкций у нас битик готовности равен нулю а штука на экран ним еще не выведено через пять инструкций она выводится на экран битик готовности снова восстанавливаться и так по кругу то есть замедленное устройство вот я хочу его поменьше сделать чтобы она нам не мешала видеть код значит да окей давайте мы выставим слайдер на какой-нибудь довольно маленькой диапазон задержки вот и запустим нашу программу скомпилируем ее и запустим вот она что делает она прыгает проверяет статус ввода статус ввода ничего нету потому что мы еще не подключили наш монитор к то есть вот мы чуть не набираем ничего не происходит мы не подключили наш наш телевизор к этому значит надо подключить вот мы нажали кнопочку ты мы нажали кнопочку ты а вот вот видите она значит обнаружила давайте мы сделаем еще помедленнее чтобы можно было прямо глазками глазками это раз в секунду там раз в секунду так дисконект clear reset запустили ты 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 коннект вот мы бегаем по пустому циклу я нажал кнопочку ты нет не нажал нажал только у нас выставился статус регистр статус сейчас мы проверим вот вот он загрузил эту букву рэн теперь он хочет выводить он проверил статус вывода статус вывода нормальный должен ее вывести давай выводи во вывел вот я нажал много кнопочек понятное дело что эти много кнопочек все прошли впустую последний из них было ты по всей видимости он ввел именно кнопочку t74 до сейчас он ее вывел давай выводи вывел вот в общем так это примерно работает по полингу да значит 5 инструкций проходят прежде чем выведенная выведенная нами буквка появляется на экране поэтому она не сразу там возник вот обратите внимание на то что мы в общем довольно много крутимся в цикле полинга когда хотим вывести мы вот здесь вот крутимся вот и когда хотим ввести мы вот здесь крутимся то есть не здесь а вот вверх вниз вверх не сверху было бы конечно очень хорошо не крутится в цикле полинга а заниматься чем-то полезным и в это время когда кто-то пользователь нажал на кнопочку выводить все это на экран для этого нам нужно прерывание но тут вот сокращенец уже рассказывают как это рекомендует другой алгоритм обработки переполнения буфера что в буфере должна защелкивать с первой буквы не последние это поскольку абсолютно программная штука в общем как придумаем так и будет что мы для этого делаем мы для этого должны включить прерывание от клавиатуры для этой для этой цели мы должны написать записать в регистр давайте мы записать в регистр данных в регистр не данных в регистр управляющий регистр ввод вывод ввода потому что эта клавиатура кажется это будет 8 давайте посмотрим в шпаргалочку это будет 0 прерывание от клавиатуры от него не 8 0 потому что это клавиатура вот записать туда эту двоечку двоечка включит прерывание от клавиатуры теперь наш девайс будет это прерывание от клавиатуры постоянно возбуждать а я забыл знаете что я забыл показать вот эту фигню обратите внимание на закомментированные строчки я вот здесь руками сам пальцами выставляю бит готовности 1 внешнему устройству что типа она готова принимать дело в том что этот симулятор написан таким образом что если у просто включить и даже подключить к нашей программе а потом запустить программу биты готовности у него не будет так она устроена бит готовности возникает только тогда когда мы его либо сами выставим либо нажмем кнопочку connect или ресет что похоже в общем нас и на реальное устройство которым нужен пересет прежде чем они начнут нормально работать просто после включения питания вот но вот такой вот ресет здесь есть и вот такая конструкция будет работать даже если мы даже если мы не так а там что мне сказано assembly all нет не надо assembly all пожалуйста даже если мы не нажали никакого ресета вот сейчас движок переделаем вот то есть для того чтобы ваше устройство заработало прямо сразу вот этот бит готовности надо выставлять ручками туда такая вот фигня да но мы значит сейчас пишем наш обработчик прерывание и так мы нашему устройству скажем генерировать прерывание это будет прерывание типа 0x100 внешне вот мы нашему устройству естественно проинциализируем handler до цср в что у век этот самый ты 0 запишем цср в они почему и вот что еще разрешим конкретно внешние прерывания интерапт и не был но ли что именно внешние прерывания разрешим вот что нам остается сделать и включим прерывание как таковы до выставим бит этого цср с и это сет бит да не не у и а у статус один вот в этот момент произойдет следующая вещь у нас начнутся начнется обработка прерываний при этом разрешены прерывания внешние при этом устройство кейборд дисплей мимо симулятор начнет генерировать эти внешние прерывания по каждому нажатию на клавишу потому что мы его вот здесь вот попросили это делать положили бит 2 вот сюда вот чего нам нужно сделать нам нужно написать какой-то вечный цикл который будет делать ничего да давайте значит там клуб куда мы там пишем в гп какой-нибудь оба 0 да значит тут вот ли а 00 и кузе а 0 прямо 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 вот куда в лоб прям вечный цикл смотрите жух мы в этом цикле будем торчать бесконечно однако если а 0 внезапно само собой стало равно не нулю а мы сейчас напишем очень плохой обработчик прерывания в который так будет да значит тогда с к сравним б реку а 0 27 это escape кстати как тут escape 0xb до 27 дан это значит если у нас escape был нажат иначе мы все выведем ну допустим ли а 7 что там у нас чем мы хотим вывести а мы хотим тут куда она выводится просто на ум сюда да да хорошо значит а 711 якул вот как-то так да ну и хватит дам мы вы а 0 0 0 и и б ну и да соответственно дан ли а 0 10 а 7 10 7 10 якул теперь ханглер наш ханглер будет очень плохой безо всякого фэншоя он будет извините меня заполнять а 0 текущим значением из того бега того байт который был введен соответственно будет портить нам портит нам она и прямо прямо так до лв а ноль значит из регистра данных ввода 0x ff ff 0 0 0 0 0 значит 4 видимо да давайте проверим 4 ну и все да вот такой вот значит обратите внимание что это плохой негодный хангер мы дальше будем использовать более хорошие годный хангера вот что тебе не нравится я знаю что тебе не нравится тебе не нравится вот это маленькое замечание с какой страны находится в в инструкциях типа цср регистра если у вас регистр общего назначения он слева источник а если у вас маленькое число она справа потому что ну если вы помните вообще спрятана в какие-то вот в какие-то странные места так дан чуть не нравится а ну да конечно конечно молодец такой сравнивай с целым числом да давайте здесь делаем ли с 127 здесь делаем ли этот вот так мне нельзя как правильно заметили сушки не знаю александр спрашивает что лучше ли анализирую или или мы выразили анализирую не знаю не буду брать я кажется не видой а я тут что-то запустил и чё ну смотрите во первых она работает я нажимаю здесь она выводится там давайте теперь посмотрим как она работает переключим движок на какой-нибудь вот такое да скажем здесь reset запустим вам кажется что она стоит а на самом деле она бесконечно выполняет вот эту инструкцию я нажимаю кнопочку дышь она сходила в обработчик обработчик положил этот байтик давайте помедленнее еще сделаем дышь пошло в обработчик обработчик положил байтик в эту штуку в 0 а 0 оказался не нулевым мы его вывели дышь вот какая красота обратите внимание что роль важных полезных действий в этой программе выполняет что пустой цикл увы ах иначе бы нам пришлось писать более сложную картину возможно в домашнем задании вы будете делать вот но тем не менее эта штука хорошо иллюстрирует тот факт что оказывается мы можем работать 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 а потом когда возникнет прерывание со стороны нашего устройства обработать это прерывание вот в обработчик вот вот здесь вот чуть более развесистый пример которым мы на самом деле он отличается только двумя вещами вот здесь нормально написано и обработчик в который по недосмотру попал кусок обработки исключений который нам не нужен исключение у нас нет вот и у нас здесь вот основной код выполняется в некоторой тормозной программе под названием тормоз нет она называется slip на у него мерка называют storm один тормоз вот то есть что мы делаем мы выпадаем в эту программу крутимся в ней дальше по нажатию на клон на кнопочку мы попадаем в обработчик в обработчике мы начинаем сохранять все безобразие проверяем что у нас произошло прерывание они что-то иное то есть смотрим в указ и смотрим знаковый бит вот если это было не прерывание исключения то идем на обработчик исключение которым состоит в том чтобы тупо вернуться на следующей инструкции пропустите вот а если бы это было прерывание то мы не не разбираем никакое было прерывание никого никакой у него отвал ничего не разбирая знаю что у нас это прерывание на ввод берем ключик складываем его в заранее отведенное место на всякий случай использую просто global pointer вот выводим точечку в знак того что мы прерывание обработали и значит возвращаемся возвращаясь мы разумеется все восстанавливаем у нас тут а 0 а7 заняты давайте попробуем этот код запустить посмотреть как он работает с вашего позволения его не буду набивать в онлайне а то время у нас мало а тем еще предостатки вот а буду его прямо вот так вот копипастить значит мы еще раз посмотрели как это работает об иру об и включаем прерывание об и включаем неправильно неправильно вот неправильно сначала было все по включать а потом уже разрешить обработку прерываний ну вот дальше мы прыгаем в слип в этом слипе вращаемся до посинения в случае если мы из него выпали мы наконец пишем выводим на экран тот тот байт который мы ввели за это время мы могли наводить их много но мы вводим тот тот который мы ввели вот соответственно каждый раз когда обрабатываем прерывание будем выводить . сейчас мы посмотрим какое количество этих точек по сравнению с количеством реального вывода так сохраняем это безобразие назовем его int over поехали вот мы болтаемся в нашем тормозной тормозной функции аж тысячу раз бэмс а мы все еще болтаемся бэмс бэмс так поскольку у нас ран спит 20 давайте мы количество тормозов уменьшим в сто раз иначе мы просто не дождемся вывода в звук ну сейчас вывод пустой ничего не будет тынс обработали два раза обработали вывели что мы вывели последнее число вот 104 мы вывели аж я нажал кнопочку у выглядит 117 сейчас я буду нажимать кнопочки относительно быстро раз 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 видите появляются точечки то есть обработчик прерываний обрабатывает прерывание а до вывода мы так и не дошли дошли до вывода вывели последнюю букву сейчас я нажму их много я вам бы что два раза запустится обработчик смотрите раз обработчик два обработчик почему одно прерывание произошло обрабатывается второе запендилась в то время когда мы обрабатывали прерывание мы еще раз нажали на кнопочку пришло второе оно оно пришло в инструкцию в регистр отложенных прерываний вот после чего вывод вывод давайте теперь выкрутим обратно выкрутим обратно движок здесь поставим обратно 1000 вот и посмотрим что получится жух давайте здесь делаем reset для красоты вот скорость достаточно чтобы на каждый вот нам выводить но если я буду очень сильно стараться о видите опять ситуация что мы вводим с такой скоростью что значит наша висящие в тысячном цикле функции loop функция wait slip успевает не успевает отработать и мы за время висения в этом слипе успели раз два три 4 5 6 клавиш нажать а поскольку у нас все это перетирается то выводе у нас получилась одна вот типичный пример обработки переполнения опять не такого как нам советует сокращенец а именно с перетиранием буфера но что уж тут поделать так мы придумали идея состоит в том что за время работы нашей отложенной функции которая будет не отложенная а нашей функции который будет нашего кода который будет выводить что мы там ввели мы могли ввести много вот мы много раз нажимали на кнопочку а вывод только один потому что последний примерно такая же история давайте почитаем что у нас в теории да значит теория ну как теория чем нужно сделать и так нужно сохранить адрес обработчика вектора разрешить наблюдение за нужным источником прерывания и включить в статусе собственно обработку прерывания когда у нас обработчик обработается нам нужно проверить что собственно произошло прерывание без исключения какого типа и в соответствии с этим все обработать все это лежит в регистрах в регистрах статус тип прерывания и утвек и утвал вот вал лежат дополнительные значения которых нам приезжают потому что например помните у нас два прерывания по таймеру они оба прерывания по таймеру у них в у статусе везде написано 0x8 много нулей 10 если не ошибаюсь потому что это вот здесь битик стоит вот этот битик да отличаются они значением утвала значит какой собственно таймер сработал мы смотрим сюда вот все это можно анализировать в обработчике первое теперь давайте посмотрим как работает прерывание по готовности вывода она так тоже умеет это в общем несколько более хитрая штука это более хитрая штука говорит нам вот о чем мы помним что мы не можем валить на наше устройство наши байтики с бесконечной скоростью хотя бы потому что есть задержка по выводу правда в случае если она 5 инструкций нам еще надо как это нам еще надо ухитриться написать программу так что чтобы она выводила быстрее чем за 5 инструкций на экран но мы вместо 5 инструкций можем поставить там 100 инструкций например java хреново я помню эту штуку надо было бы исправить вот или вообще случайную задержку ну да даже если поставить 5 на самом деле только не 5 а побольше да вот написать такой код который уж за 40 инструкций один раз выведет мы точно может то есть мы должны подождать 40 инструкций прежде чем вывод произойдет получается две вещи которые мы должны сделать да значит получается две вещи которые мы должны сделать с одной стороны мы должны проверить готовы ли устройство если устройство готова то можно прямо в регистр данных вывода выводить а вот если устройство не готова мы должны подождать готовности в регистр данных вывода выводить но это полинг мы так уже делали как воспользоваться прерыванием видимо наш обработчик должен уметь ловить прерывание по готовности вывода а такое есть то есть когда в бите готовности вывода по бит готовности вывода станет единичным можно возбудить прерывание записать двоечку в регистр статуса и тогда он быть тогда видимо наш обработчик должен понимать что когда произошло прерывание по готовности вывода он должен проверить специальный буфер в который мы кладем символ для вывода если он не пустой этот будет вывести этот символ при выводе этого символа разумеется готовность вывода схлопнется станет нулевой и на следующий раз когда у нас значит готовность вывода опять станет единичный наш обработчик снова будет выводить обратите внимание получается что выводят на экран у нас обработчик прерывания вот примерно так вот этой программе это организовано смотрите давайте мы ее прям почитаем она тоже несложная но писать ее в реальном времени у меня опять нету времени вот давайте значит значит что мы сейчас делаем мы пытаемся задействовать мы пытаемся задействовать прерывание готовности вывода так давайте смотреть что делаем по это не тот код это с отложенными прерываниями код зачем нам программное прерывание здесь вот какая фигня слушайте надо поменять их местами они все нормально все правильно значит смотрите какая фигня я алгоритм не досказал на самом-то деле фигня состоит в том что я не досказал алгоритм и так у нас есть две ситуации первая ситуация вывод возможен прямо сейчас надо выводить потому что готовность есть вторая ситуация готовности нет надо положить байт куда-то в буфер и пускай его выведет обработчик когда будет выводить получается что если не предпринять других действий у нас либо прямо из кода будет происходить вывод и писание в вот этот самый вот сюда вот в регистр вывода консоли в 4f 00 c либо отсюда но это не хорошо пускай у нас выводят ну например только обработчик для того чтобы вводил только обработчик мы должны предусмотреть 2 2 варианта его работы первый вариант произошло аппаратное прерывание готовности вывода и надо проверить не надо ли теперь еще чем туда вывести и вывести если на второй вариант это программное прерывание который будет обработчик выведя вот здесь вот мы как практически делаем системный вызов да или значится вот что это нечто среднее между ловушкой системным вызовом и прерыванием программное прерывание то есть мы напишем обработчик так что если происходит прерывание он проверяет если она внешне то мы не глядя считаем что это нам пришло готовность вывода от нашей консольки потому что других обработчиков здесь нет и это что значит значит мы должны проверить нет ли у нас в буфере нет ли у нас в буфере бантика для вывода ну допустим мы выводим все кроме 0 байтек если он 0 ничего не делает если же в буфере есть батик для вывода мы его выводим а в буфер записываем ноль и эта ситуация когда у нас произошло готов произошло прерывание готовности вывода если по прерывание готовность его произошло мы глядим в буфер если там что то есть вы кладем этот буфер на концу а если же прерывание было не внешне мы не глядя считаем что она была софтварная потому что ничего другого у нас программе нет и софтварное прерывание это перекладывание а тут немножко хитрее софтварное прерывание устроена так если если готовности нету нет готовности то мы ничего не делаем мы в программе положим в буфер наш байтик и дернем софтварное прерывание придем сюда проверим готовность ничего нету окей ничего нету уходим потом потом когда-нибудь выйдет а если готовность есть мы прям не глядя перескочим на обработчик на обработчик прерывание по готовности потому что ну раз уж готовность есть давай так сразу и выбрать поэтому такой компактный код получается да если готовности нету то наше софтварное прерывание говорит о том что но кей ничего не проверили готовности нету потом выведем потому что в буфере что-то есть а если готовность есть мы выполняем тот же самый код который делает обработчик прерывание по готовности вот такая вот вот такая вот заголовину сейчас мы эту заголовину немножко значит по исследуем так connect compile что у нас по скорости нужна ли нам скорость данном случае хороший вопрос нужна ли нам скорость давайте сначала на скорости проверим что она работает побежала да я забыл сказать что выводим мы на экранчик просто с помощью полинга чтобы не заморачиваться еще и и этим прерыванием мы просто вот брать все работает давайте теперь посмотрим как она работает на маленькой скорости .... поехали как поехали вот у нас значит вечный цикл вот мы нажимаем кнопочку это кнопку нажать ии кнопочки мы должны, это полинг, да, это вечный цикл полинга. Под назначенной кнопочкой мы должны, значит, ввести, ввести, просто по полингу ввести клавишу и эту клавишу сейчас будем выводить с помощью прерывания. Дышь. Быстро слишком. Давайте гораздо медленнее сделаем. Гораздо медленнее сделаем. Дышь. Три инструкции. Вот. Вот. Вот мы полим, да, вот мы полим наш клавиатур. Для простоты, повторяем ее полем, чтобы это гораздо быстрее, как бы меньше кода. Нажали кнопочку. Положили ее в стедаут, дернули прерывание софтварное. Ну и где? А сколько там я поставил? Извините. 40 я поставил, да? Да, я поставил 40. Через 40 инструкций оно, наконец, довыводило. Случилось прерывание по готовности и через 40 инструкций обработчик добрался до этого прерывания. Вот я нажал кнопочку, полинг, записал в стедаут, дернул софтварное прерывание, которое проверило готовность. Готовности нету. Оно бросилось, это самое, и теперь он опять ждет готовности. 40 инструкций будет ждать готовности. Давайте мы поменьше поставим инструкцию. Что-то это прям совсем какая-то, какая-то жестянка. Да. Так, у нас еще одна тема, но я думаю, мы ее успеем и на этом все. Жух. Поехали. Вот, значит, мы настроили прерывание, вошли в наш цикл полинга. Нажимаем кнопочку. Кнопочку нажали, полинг сказал, что есть наш диван, есть штука, сходили, записали, записали в стыдаут, вывели. Да. Он говорит, о, пришла еще буковка. Пришла еще буковка, записали в стыдаут, вывели. Пришла еще буковка, а ничего не пришло. Ничего не пришло. А, да, пришла еще буковка, записали в стыдаут, вывели. Обратите внимание вот на такой момент, и на этом, видимо, с этим примером все. Ну, давай уже. Это он. Все. Да. Вот. Что прерывание срабатывает дважды. Даже если я сейчас успею вывести в момент софтварного прерывания, там у нас будет этот самый, у нас будет бит готовности равен единице. Вот я сейчас нажму. То мы сначала войдем в софтварное прерывание, которое выведет на экран нашу очередную букву. А потом, когда возникнет аппаратное прерывание готовности, мы еще раз его обработаем. Правда, ничего не выведем, потому что второй буквы я не сделал. Вот я нажимаю единичку. Полинг сказал, что единичка. Все. Зашли в обработчик. Проверили, что бит готовности есть. Есть бит готовности. Вывели эту единичку. И еще раз вошли в обработчик, потому что за то время, пока мы работали, случилось прерывание по готовности вывода. Такая вот картина. Нажали. Приехали. Записали. Проверили, что... Ну, записали, приехали. Проверили, что готовность есть. Готовность есть. Сразу вывели. Если передвинуть движок на более... В положение чуть дальше. Вот. Если передвинуть движок в положение чуть дальше, то мы бы... Мы сталкивались, как мы увидели, с такой ситуацией, что мы в буфер данные-то положили, а... Это самое... Готовности вывода как не было, так и нет. И мы ждем ее, ждем. И в конце концов очередное прерывание готовности вывода нам, наконец, выводит то, что лежит в буфере. Последняя тема. Мы и так, в общем, вбиваемся из графика. И это, собственно, отложенные прерывания, которые я пропустил, в том числе и теоретически. Отложенные прерывания. Вот. Значит, что такое отложенные прерывания? За время работы вашего прерывания, обработчика, могут произойти еще прерывания. Кроме того, прерывания могут произойти актуально одновременно, то есть в одной и той же... В один и тот же такт работы процесса. В этом случае, вообще говоря, непонятно, какой из них обрабатывать первым, сколько их всего, и возникает целая туча вопросов. Традиционно, Legacy, вот, архитектурный, компьютерный, устроено так, что, во-первых, большинство прерываний считается вообще идемпотентными. То есть, если устройство несколько раз дернуло процессор, я тут закончил, я тут операцию сделал, то вместо того, чтобы каждый раз, когда оно это дергает, ну, скажем так, вместо того, чтобы на 10 дерганий процессора запускать 10 обработчиков, при этом первый обработчик запустился, а там еще 10 дерганий пришло за это время, 9. Вообще говоря, запускается обработчик 1 или максимум 2. То есть, все прерывания, которые происходят за время, пока мы находимся в обработчике, они сплющиваются в одно, все прерывания одного типа, и висят. В RISC5 вообще их всего 3 вида, если вы помните, внешние, таймерные и программные. И вот эти 3 виды висят себе. Для этого будет отведен специальный регистр, который называется чего-то ИП, в зависимости от уровня. Ну, у нас он будет УИП называться. Давайте посмотрим. Вот. УИП. в котором как раз в виде битов отмечаются те прерывания, которые еще не обработаны. Если мы в обработчике видим, что мы вошли в обработчик, и у нас есть еще запенденные прерывания в Interrupt Pending регистре, то мы можем либо обработать сразу все прерывания, а потом ручками этот Interrupt Pending посбрасывать, но это проблема, потому что запоминается-то только тип прерывания, а вот конкретно от какого устройства оно пришло, нам придется как-то, от какого устройства придет следующее прерывание, нам придется как-то догадывать. Вот. Либо мы можем смело просто выходить из обработчика, зная, что когда мы выйдем из обработчика, все прерывания, которые запендились в данный момент, будут пересмотрены специальным устройством под названием контроллер прерываний, и выберется из них наиболее приоритетное, и тут же, не сходя с места, не давая нам выполнить той самой инструкции, на которой произошло предыдущее прерывание, произойдет сразу следующее прерывание. То есть мы выйдем из обработчика, и тут же в него войдем, обрабатывая следующее более приоритетное прерывание. Вот. Ну, в смысле, наиболее приоритетное из известных. Определением этого приоритета занимается специальное устройство под названием контроллер прерываний, которое довольно сложное. Вот ссылка на вот этот плит, платформ Interrupt Controller, Interrupt чего-то там, Local Controller, она ведет к довольно развесистой спецификации, со всякими красивыми диаграммами и так далее. Вот. Времени на дальнейший рассказ нету, но идея состоит в том, что чем больше у нас сложнее логические архитектуры нашего компьютера, допустим, разными уровнями выполнения, с отдельно ядрами, отдельно платформы, а внутри ядра еще харты есть. Тем сложнее логистика доставки этих прерываний, выяснение, какому ядру вообще они предназначаются, вернее, какому харту, потому что обрабатывает хард, конкретный поток, на каком уровне и так дальше. Всем этим делом занимается контроллер, хард просто говорит, о, я на таком уровне получил прерывание, я его сейчас обработаю. Вот давайте мы с вами это сделаем тоже и на этом закончим нашу лекцию. Вот последний пример, последний пример с показом запенженных прерываний. Значит, назовем это intpend. Вот, за недостатком времени я уже не буду писать никакого кода, просто его скопи-пайщу, а мы его с вами почитаем. Что мы делаем? Сохраняем, а, нет, что мы делаем? Разрешаем два вида прерываний, программные и софтварные. И будем эти софтварные прерывания постоянно генерить, прям вот бесперечь. Тем самым, создавая фон постоянной обработки прерываний, на фоне которой будут еще происходить клавиатурные прерывания и мы отлично будем видеть, как одно с другим пендица и последовательно обрабатывается. Вот, значит, разрешим клавиатуру, внешние прерывания и софтварные. Разрешим клавиатурные прерывания, здесь тоже в неправильном месте написано, вот так должно быть. Вот, если, да, будем использовать для перекидывания результата в ГП, в ГП мы будем записывать статус как раз регистра, состояние регистра У и П, запендженных прерываний, то есть смотреть, сколько было запендженных прерываний в момент обработки конкретной, работы конкретной ловушки. И этот самый, если их было не ноль, будем его вводить. Вот. На всякий случай будем его замылять после вывода. Абрамончик тот совершенно примитивный. Он у нас, сохраним мы только два регистра, а потому что они, ну и ты, место, которые нам нужны будут для вывода. Вот. А чё это тут? Ну, секунду. А зачем это? Что-то тут лишнее. Зачем мы здесь-то выводим? Ну, вот одно из этих лишнее явно. Сейчас, дайте подумать. А, ГП тут не нужен вообще. Слушайте, давайте упростим. мне кажется, что я тут перемудрячил. Я тут перемудрячил. Это я делал в последний момент. А, нет, там же ещё ввод с клавиатуры. Если произошёл ввод с клавиатуры, а, неважно отчего, с чего бы ни произошёл ввод, мы здесь интерпендинг выводим. Сейчас, секунду, давайте я этот код чуть-чуть модернизирую и на этом упрощу, и тогда мы и в лекции тогда поправлю. У нас всё делает обработчик. Мы ничего никуда не передаём. Мы ничего никуда не передаём. Мы просто бешено генерируем какие-то прерывания. Вот прямо так. это нам гарантирует, что пензиных прерываний будет чёртово прорвы. Шикарно. Нет, слушайте, это слишком плохо. Ноб наставить, иначе мы задолбаемся. Так, ноб ноб жену. Ну вот как-то так. А здесь мы будем выводить запензиные прерывания, и давайте ещё выводить эти самые у статус, да, укос. укос. Вот. Вот. А здесь мы будем выводить, если у нас есть запензиные прерывания вообще, то будем выводить, какие у нас прерывания запензились, но заодно укос, какой мы в данный момент обрабатываем. Вот. Как-то так должно это работать. Давайте проверим. Давайте мы прям вот так вот сделаем. Запустили. Поехали. Ничего не происходит, потому что у нас нету... О! Что мы видим? Мы видим, что в какой-то момент мы вошли в обработчик, обрабатывая, по всей видимости, софтварное прерывание, и у нас внезапно, пока мы его обрабатывали, запензилось прерывание это самое прерывание от клавиатуры. Вот. А бывает наоборот. Мы обрабатывали прерывание от клавиатуры, и в это время было запензиное софтварное прерывание, но, видимо, это произошло так, что мы во время обработки их пришло два. Давайте попробуем добиться добиться ситуации, когда их там два. Нет, для этого надо помедленнее запускать. Давайте помедленнее запустим. Вот. Не получается. Наоборот, да, не успеваем. Ну, хорошо, не будем запускать. Вот. То есть, что мы видим? Мы видим, что в момент работы обработчика мы вполне можем попасть обрабатывая аппаратное прерывание с запензиным софтварным и обрабатывая софтварное прерывание с запензиным аппаратом. Вот. Что при этом дальше делать? Пытаться что-то сбросить, пытаться обработать их два, пытаться как бы еще что-то сделать? Это, в общем, дело не наше. Наше дело пронублять еще один эффект и на этом, собственно, закончить наш разговор. Еще один эффект состоит в том, что, давайте все-таки сделаем медленно, что запензиное прерывание потом обрабатывается. Вот, смотрите. Вот я нажимаю вжух. Оно просто так обработалось. Вот прерывание запензилось, потому что я нажал клавиатуру в тот момент, когда обрабатывалось софтварное прерывание. Что нам показал этот самый давайте сделаем клир. Да, еще раз. Вот сейчас мы пошли в обработчик, я нажал кнопочку. Нет. Вот. Я обрабатывал прерывание и нажал кнопочку два раза. Поскольку я нажал кнопочку два раза, второй обработчик вот он, завис. вот. Собственно, получилась такая история, что пока я обрабатывал прерывание, возникло еще одно аппаратное прерывание, и это аппаратное прерывание прилезло в пензинг, и пока мы обрабатывали одно из них, возникло другое. Вот здесь ситуация другая. здесь ситуация такая, что это возникло пока мы обрабатывали софтварное прерывание. Вот. Если мы запускаем все быстро, то может возникнуть такая ситуация, что их приедет оба. Нет, не может, потому что у нас софтварное прерывание только одно. Вот. Ну, короче, вот такая картина. все, у нас время прям вышло, вышло, вышло. Про дыма мы разговаривать сегодня не будем, нам и без того хватило выше крыши. Значит, как вы поняли, домашнее задание с прошлого раза переезжает на этот раз. Видимо, я вообще как-то его переформатирую, потому что я, похоже, оставил идею EJAR заставлять проверять домашние задания по прерываниям. Вот. Возможно, у нас будет что-то вроде мини-проекта в качестве финального домашнего задания, какие-нибудь с прерываниями, с графическим терминалом, вот это вот все. Вот. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Правда, время уже прям бежит. Вот. Если нет вопросов, то, видимо, тогда все. В следующий раз у нас разговор про разные интересные устройства, повышающие быстродействие процессора, как то кэш, конвейер, вот это вот все. Тут спрашивают, полсотни человек слушают курс. Ну, во-первых, в этом курсе участвует вся группа 321-я кафедра СВК, а это, в общем, половина, полсотни человек. Вот. Во-вторых, этот курс вроде как является аспирантским, и поэтому какие-то аспиранты в нем тоже участвуют. то есть не исключено, что тут много недобровольцев среди нас. Но, видимо, да. Видимо, да. Еще вопросы? Если вопросов нету, то тогда давайте мы уже прервемся, а то мы уже 15 минут как разговариваем. А вот. И, собственно, на этом тогда всего доброго. Будем надеяться на лучшее. До новых встреч. Ну и вот это все.